Всем привет! Доброе утро! Я уже сделала себе макияж, и сегодня я бы хотела посвятить блог организации пространства ванны. Разберем сегодня с вами различные уходы. Я покажу вам то, чем я пользуюсь ежедневно. Это все мои баночки, скляночки. Я пользуюсь для волос, для тела, для своей кожи и лица. Я, кстати, вчера была у косметолога. Думаю, что у меня второй день, практически ничего не осталось, если не присматриваться, этого совершенно не видно. Давайте начнем с того, что у меня находится прямо на раковине. Это самые необходимые продукты на каждый день. Я ими пользуюсь ежедневно. Это вот такой вот дезодорант от Clorans. Далее это крем для лица от Holy Land. Я его заказываю на Озоне. Он у меня уже заканчивается. Беру для сухой кожи. Очень классный крем и достаточно бюджетный. И гель для умывания от Dr.Jart. В мини-формате. У меня он уже огромное количество времени, и все никак не заканчивается, потому что умывашками пользуюсь очень-очень редко. Вот это масло. На самом деле оно здесь находится, потому что оно выглядит очень красиво. Я его брала на зиму, но, как видите, расход минимальный и пользовалась пару раз, потому что у меня, короче, много всяких штучек. И вот оно такое ходовое, скажем так, но очень приятное. В принципе, я помогла его вам порекомендовать. Вот эти две малышечки. Это просто топовая маска для губ. У меня в мини-формате, но сразу скажу, вы можете смело брать мини-формат, потому что он тоже расходуется достаточно долго. Носить важно 2-3 раза в неделю. Не пользуйтесь ни в коем случае им как бальзамом для губ, потому что иначе он может вам подсушить. И последняя штучка. Это крем вокруг глаз авокадо от бренда Kiehl's. Американский бренд. Смотрите. Мега питательный, мега уходовый. Расход у него очень маленький, поэтому не смотрите тоже на объем. Лучше брать продукты в маленьком формате, и они у вас будут всегда со свежим сроком годности, нежели чем вы берете огромные какие-то банки, не успеваете ими попользоваться, и вы их просто выкидываете. Поэтому Рита Экономия вам советует брать миниатюры. Входим вот к этому уголочку. Кстати, я специально, когда делала ремонт, заказывала, чтобы у меня была вот такая столешница, чтобы я могла спокойно разложить здесь все свои ништяки. И я не сторонник того, чтобы складывать каждый раз все свои уходы в полку, закрывать там что-то, постоянно брать. У меня здесь стоит, потому что я пользуюсь этим каждый день, и мне реально физически сложно будет делать по-другому. Сразу вам скажу, я обожаю магазин H&M Home и IKEA, поэтому вы здесь видите корзинки именно отсюда. Я, кстати, даже не убрала ценник до сих пор. Вот этот стаканчик под кисточки мега удобный, идеально гармонирует с корзинками. Это IKEA, 99 рублей он стою. И вот такая подставочка, также H&M Home. Здесь находятся мои любимые ароматы. Кстати, немножко о них. Это Bayreda, африканский балл, молекула двоечка классическая и Tom Ford. Достаточно тяжелый аромат, он не секс. Я его брала на зиму. Расход тоже минимальный, потому что он очень тяжелый. Если у вас есть бойфренд, он обязательно будет им пользоваться, как своим. Также вы наблюдаете небольшой корнер от Zelensky. У меня был аромат Vanilla Blend, на самом деле он закончился. Но еще чуть-чуть пахнет, поэтому пусть будет. Очень красиво, мне нравится. Вот это вот изобретение я сделала сама. Ой, засушила цветочки и поставила. Мыло, кстати, мне дарила моя подружка. До сих пор мне его жалко распаковывать, потому что она сюда очень красиво вписывается. Свечка также H&M Home. Брала на какой-то распродаже. В общем, классная. Ну и давайте немножко поговорим про уходы. В первой корзине у меня находятся продукты для волос и для тела. Масло для кончиков. Я его не использую, но все хочу, чтобы оно у меня закончилось. И больше я его не куплю. Почему? Потому что у меня теперь есть сыворотка Serum от Global Keratin. Она очень крутая, уходовая, не создает никакую липкость, тяжесть волосам. Сейчас я вам покажу ее дозатор. Убирает пушки и волосы реально. Вы можете нанести на одну часть волос сыворотку, а на другую не нанести. И просто посмотрите, какой будет офигенный результат. В объеме спрей для прикорневого объема использую иногда для того, чтобы приподнять свои корни. Остались здесь топчики для тела. Обожаю вот этот набор. Это загар от San Moris. Или San Moris. В оттенке Dark. Летом он меня безумно классно выручал. Вот этой варежкой я наносила себе на ноги, на открытые участки тела. И мне все говорили, что я просто была на море. Хотя на море я абсолютно не была прошлым летом. Вот он у меня уже заканчивается. Была его также на озоне. Вот, видите. Но скажу сразу, вот эта рукавичка вам обязательно понадобится. Без нее у вас будут черные руки. У вас будет все пятнами. Поэтому я не рекомендую использовать его без варежки. Короче, наносила я эту штуку. И загар от нее держится у вас приблизительно 3-4 дня. При том, что вы принимаете душ, сильно не распариваетесь. Если вы сходите в баню, конечно же, у вас кожа обратно вам выдаст весь загар. Но для того, чтобы его поддержать, я беру вот такой еще DAF. Это DAF Visible Glow. Он дает как раз-таки такой легкий оттенок на коже. Мне очень нравится. Можно, кстати, и самостоятельно. Без Сан Морриса. Но Сан Моррис это прям хардкор. DAF это такой легкий оттеночек. И еще, по-моему, там идет легкий шиммер. Короче, классно. Я беру уже прям, наверное, третью банку. У меня он быстро уходит. И последняя крошка. Victoria's Secret. Обожаю эти лосьоны за их запахи. Конечно же. Мне подарила подружка. И я храню вот этот бутылечек. Потому что он маленький. Его можно брать с собой в ручную кладь. Очень классный. С собой в поездочки. Также для тела. Мой фаворит, если мы говорим не про загар. Просто увлажнение питания. Это корейский крем с авокадо. У меня он заканчивается. Ну, вот видите, тоже уже какая банка. И, конечно же, щетка для сухого массажа от Mixit. У меня было много разных щеток. Но у этой ворс мега плотный, мега жесткий. Поэтому от нее самый классный массаж. Гоняет вашу кровь. Просто классно. Ну что, вроде бы с телом мы закончили. И переходим к моему любимому лицу. У косметологов, конечно же, важен качественный домашний уход. Сейчас я покажу, что у меня здесь стоит. Смотрите. Это альгинатная маска от Dr. Jart. У меня периодически вот так хранится этот стаканчик. Цена у этой маски достаточно дорогая. Поэтому это у меня стоит на такой, знаете, экстренный случай. Когда нужно будет выглядеть очень хорошо. Эти маски приравнивают к салонному уходу. Поэтому делаем их раз в месяц, раз в два месяца. Далее. Тут у меня вот такой скраб от Clinique. Тоже неубиваемый. Покупала я его больше года назад. Он до сих пор почти целый. Супер скраб. Который, если честно, моей сухой коже вообще не нужен. Мицеллярную воду. Я предпочитаю только аптечных брендов для чувствительной кожи. Чтобы она не подсушивала. Тонер мега питательный. Очень густой. Его можно наносить как ручками, так и ватными дисками. Корейский бренд. Вот с таким вот дяденькой. Гидрофильное масло. Ну, скажем так, оно мне нужно для того, чтобы... Короче, когда у меня заканчиваются диски ватные, и мне нечем смывать макияж. Обычно я делаю это мцеллярной водой. Я беру гидрофильное масло и смываю гидрофильным маслом. Но, сразу вам скажу, для сухой кожи прям аккуратно. Это не вариант. Я... Моя кожа всегда себя очень плохо чувствует после него. И мне нужно тройное увлажнение после ухода гидрофильным маслом. Вот такие маски. На случай, если у меня нет тканевых. А тканевые у меня, конечно же, есть всегда. Давайте с вами посмотрим. Тканевые маски. Я предпочитаю корейские. Валдерма. Вот такой вот бренд. Вот эти самые офигенные маски в жизни. I'm sorry for my skin. Просто обожаю. Они мега такие желейные, уходовые. От них кожа как будто бы напитывается витаминами. Оживает. Особенно это будет вам видно, если вы, например, с самолета, либо с вечеринки. Сделайте эту маску, и у вас ни одного следа усталости на лице точно не будет. Вот такая от Farmstay. Дешевенькая. Просто, чтобы была. В общем, они все отправляются вот сюда. Когда у меня они заканчиваются, у меня есть помощники. Это ночная и утренняя маска от бренда Opium. Утренняя маска обладает охлаждающим эффектом. Имеет гелевую текстуру и хорошо снимает отечность. У кого она есть. Совместно с патчами просто кайф. Маска, которую я использую как крем, ее не нужно смывать. Мы ее наносим хорошеньким слоем и ложимся с ней спать. На утро кожа просто мега напитанная. И вот каждый вечер у меня либо Holy Land, либо ночная маска от Opium. Ни одна девочка сейчас не обходится без массажера. У кого-то это ролики, у кого-то это такие, как скребочки. У меня это массажер от Велдермы. Вот с такими роликами, которые очень классно придает нашему лицу конкурс. Но эта вещь, если у вас ее еще нету, обязательно попробуйте, приобретите. Я дарила такую своей маме. Мы, кстати, выяснили, что им очень круто еще массировать в семье спину, плечи, все что угодно. Собаку свою. В общем, я это все сейчас вот так вот вам раскидала. Конечно же, не говорю про декоративную косметику. Это были только уходы. Думаю, про декоративную косметику мы также немножко позже поговорим. Ну а я пошла допивать свой кофе. Надеюсь, вам было полезно. Мне, конечно же, будет очень приятно, если вы поставите мне лайк и подпишитесь на мой канал. Я еще буду делать выпуск про декоративную косметику, какой я пользуюсь, что использую для ежедневного макияжа. Поэтому не пропустите. Все, всех целую, всем пока. Надеюсь, вам было полезно.